Windows 7, Windows 8, Windows 10, 11... Стоп! Не понял. А где Windows 9? Думаю, у многих возникал такой вопрос. Почему не существует девятой винды? На этом поприще появилось много домыслов, но большинство из них далеко не верны. И в этом видео я объясню реальную причину отсутствия Windows 9. Опровергну несколько мифов об этом, и также скажу, что версия с таким именем реально могла существовать. Для начала хотелось бы объяснить, откуда пошла такая нумерация версий. Ведь до выхода Windows 7, где она впервые появилась, их существовало больше, чем 6. А всё довольно просто. Считаются только версии на базе ядра NT. То есть первая это NT 3.1, вторая 3.5, третья NT 4.0, четвёртая Windows 2000, пятая XP, шестая Vista и седьмая Windows 7. Кстати, в рекламе той же семёрки была показана другая последовательность, но я всё же склоняюсь к первому варианту. Как я сказал выше, из-за отсутствия Windows 9 люди начали придумывать различные мифы, почему её нет. Но они либо ошибочные, либо просто бредовые. И вот вам два самых популярных. Первый миф. 9 в переводе на английский произносится как Nine, а в немецком произношении Nine ещё похоже на слово нет. И чтобы это никак негативно не повлияло на немецких потребителей, Microsoft решили отказаться от такого названия. Якобы даже Apple по этой причине не выпустила девятый iPhone. Так вот, этот миф бред. Ведь 9 в названии пишется цифрой, поэтому никто бы не путал эти два слова. Второй миф. О котором я, кстати, рассказывал в одном из своих давних роликов, посчитав его за правду. Windows 9 создавала бы проблемы и путаницу с запуском софта, из-за своей схожести с названиями Windows 95 и 98. Данное заблуждение хоть и звучит более правдоподобно, но как и первое тоже неверно. Ведь программа смотрит не на название ОС, а на ядро. Да и сами ядра этих систем разные. Кстати, версия с таким названием реально могла существовать. Во время разработки Windows 10, когда та еще носила кодовое название Threshold, Microsoft, как один из вариантов релизного имени, рассматривала именно 9. Отсылку на это было найдено в одном из файлов предварительной сборки 9860, по вот этому пути. И вот мы подошли к главному вопросу этого видео. Почему не существует Windows 9? Windows 10, или то, что бы могло называться Windows 9, должна была стать новым шагом в развитии этой операционной системы. Добавление кроссплатформенности, единой платформы для разработки и множество новых функций и приложений, значительно изменило подход компании к ней и ее смысл. Еще планировалось, что она станет последней версией Windows, которую бы просто периодически обновляли, то есть по принципу Windows как услуга. Но, как мы знаем сейчас, со сменой руководительства планы поменялись тоже. Из-за всего вышеперечисленного, было бы просто неправильно назвать продукт 9, как будто бы очередную версию. Поэтому выбрали более подходящее число, 10. Вот как-то так. Ставьте лайки и подписывайтесь, если вам нравится такой контент. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...